это донское казачество город новочеркасск численностью всего лишь 150 тысяч жителей очень маленький южный городок но мне нравится он тем что он имеет свое лицо я вам покажу основные красивые места в частности собор красивый семиглавый конечно же представляет внимание обязательно вам его сейчас покажу и вот памятники центре города этот город город студентов сейчас конечно уже не так как было раньше во времена моей молодости но тем не менее все равно остался город студентов раньше было 300 тысяч со студентами проживала здесь половина местных жителей половина приезжих студентов потому что здесь в новочеркасске 5 вузов было и по-моему порядка семи или десяти техникумов это сейчас я выйду в центр города улица московская покажу вам просто еду очень красивые деревья желтая листва оставшиеся а сегодня у нас 15 октября плюс 25 градусов не поверите и вот я вышла на центральную улицу города новочеркасска это московская начинается от дома со шпилем сейчас покажу вот так вот там вдалеке дом со шпилем кто знает и повернулась на противоположную сторону получается в ту сторону у нас до памятника платова до маленького сквера протяженность не очень большая город новочеркасск особенно центр основной он не меняет свой облик здесь старинные двухэтажное здание преобладают высотных зданий на улице московской даже и нет ну наверное кто живет тот знает как это все выглядит а тем кто не знает я вам показываю на улице московской новые дома встречается редко вот для меня вот этот вот дом он новый покажу поближе не знаю солнце светит в объектив но в общем это как вы видите банк втб построил себе такое современное новое здание все остальные здания старые 1800 наверное семидесятых восьмидесятых годов постройки вот напротив тоже современное здание но его уже наверное лет сорок я помню еще в своей молодости мы здесь пили кофе потом здесь был какой-то бар по моему а сейчас видите пицца студенты встречаются даже вот пожалуйста вам афроамериканцы здесь вот это здание центральной городской библиотеки имени гайдара на московской на углу комитетской и московской библиотека центральная городская имени пушкина а вот это большое трехэтажное здание на углу это первая школа очень красивая большая основная главная школа в городе новочеркасске прямо в центре а с другого угла это здание центральной библиотеки это детская городская библиотека вот вход отсюда как я сказала детская имени гайдара а вот центральная городская библиотека основная имени александр сергеевича пушкина и здесь конечно же бюст пушкину пушкин александр сергеевич лаконично надпись сзади установлен 2005 году скульптор дементьев архитектор александровский вот такой памятник пушкина по моему он выглядит очень хорошо и похож на себя очень много вот таких вот зданий старинное но очень хорошо сохранившиеся красивые памятник ермаку написано ермаку донцы 1904 год как рассказывают старожилы этот памятник когда город город новочеркасск оккупировали немцы во время отечественной войны они его хотели стащить с постамента зацепили несколькими танками и тащили долго вот он не поддался и остался стоять но вероятно что они просто после первой попытки уже оставили его в покое этот памятник вот он такой красивый видите вот здесь даже живые гвоздики и памятник написано объект культурного наследия федерального значения память ник ермаку тимофеевичу открыт 6 мая 904 года подлежит государственной охране вот такой грандиозный у нас здесь памятник донские казаки возвели ермаку но ермак это вымешленное имя вы знаете да покоритель сибири ермак тимофеевич а как на самом деле его звали никто не знает вокруг огромная цепь такая довольно большая даже ее даже трудно сегодня у нас среда 16 октября погода великолепная наступила бабье лето и плюс 23 градуса тепла просто не верится воскресенье была здесь огромная ярмарка в честь покрова и даже были скачки казаков на конях ну вот я к сожалению пропустила вам с не сняла потому что я была в ростове в этот день ну вот что поделать некоторых казаков я вам показывала как они тут ходят с саблями можете видеть сюда приезжает очень много иностранных туристов вот посещает именно эту площадь ермака и собор это грандиозное место в городе новочеркасске и вы знаете собор построен на холме сам город новочеркасск стоит на холме и собор на самом высоком месте его видно отовсюду его видно когда едешь на дон на переправу отдыхать его видно с хатунка и со многих частей со всех сторон золотые купола светятся очень ярко иконный памятник атаману платову вот видите это улица платова идет дальше вот такой вид шикарный издалека красавца собора памятник могу только с этой стороны показать с той стороны солнце светит вот это вид спереди но затем не он потому что солнышко также возложены цветы потому что на покров день был праздник но я продолжаю свою прогулку прекрасный солнечный день октября по прекрасному городу моего детства новочеркасску посмотрите как красиво город все-таки имеет свое лицо этим конечно он прекрасен дома повсюду старинной архитектуры здание музея донского казачества на углу улицы атаманская и платова черкасская высшее военное училище связи центральный корпус здесь по проспекту платова очень много корпусов вот это вот училища связи очень старая давно действует съемка генерала командно-краснознаменного училища связи сюмами друзья от имени совета ветерана училища сердечно поздравляю вас с юбилеем столетиям образования войс связи начав свою славную историю в декабре 1937 года в городе бурами пройдя сложный путь создания становления развития преодолев все трудные этапы преобразований училище стало одним из лучших военных вузов страны кузницей командных офицерских кадров для войс связи патриотизм профессионализм самоотверженность черты характеризующие коллектив и выпускников училища за долгие годы офицеры показали и показывают себя преданными защитниками отечества умелыми организаторами грамотными командирами начальниками специалистами связистами высокого уровня от всего сердца поздравляю с юбилеем и желаю вам крепкого здоровья и долголетия мирного неба над головой и всего самого доброго генералам и офицерам продолжающим службу быть достойными своих отцов и дедов благородном ратном труде и в совершенствовании системы связи вооруженных сил российской федерации с праздником вас дорогие товарищи вот видите я попала на поздравление это как раз командир вот этого училища связи и вот еще один корпус училища связи огромный старинный красивый здесь памятная доска про это здание построена по проекту архитектора ященко с 1883 по 1918 год здесь располагалась донская духовная семинария с храмом во имя апостола и она богослова основанная ты 1 октября 1868 года и здесь же вот новые корпуса это также училищу связи принадлежат здесь раньше были общежития курсантов вот не знаю сейчас наверное тоже видите вот на площади рядом с собором новый памятник логин христофорович фрикке 820 893 академик выдающийся живописец 19 века и написано написано родоначальнику донского пейзажа от благодарных потомков еще один корпус училища связи напротив музей донского казачества поближе центральный вход а напротив здание новочеркасского городского театра драмы имени комиссаржевской с этой стороны здание театра драмы также дворец культуры города новочеркасска и здесь мы можем видеть также памятник градостроителю города новочеркасска францу де валану 1752 1818 год франц де валан если я правильно помню это француз который спроектировал и построил но по проекту которого был построен город новочеркасск очень оригинально и немного похож план города новочеркасска на париж центре универмаг построен где-то порядка 40 лет назад новое здание как вы видите и туда дальше это мэрия города новочеркасска если я ничего не путаю здесь очень красивая осень посмотрите как красиво опадает листва золотые листья клен золотой и ясень золотой поздняя осень сухая и теплая в этом 2019 году я с удовольствием гуляю как я уже сказала по памятным местам своего любимого города детства а это высокое дерево можжевельника излюбленное место городских воробьев если вам слышно они здесь очень громко кричат чирикают twitter щебет слышно twitter по-английски щебет кто не знает да послушайте чем уж они облюбовали эти два старых можжевельника но они здесь всегда шумно галдят вдалеке еще один корпус новочеркасска училища связи рядом с центральным универмагом вот это здание впереди тоже старинная это был раньше кинотеатр комсомолец но сейчас к сожалению все кинотеатры здесь закрыты почти все в городе вот открыты какие-то там магазины внизу довольно серая неказистое здание городской администрации современная и сбоку сбербанк банк дон инвест как вы видите впереди тоже немного серый но такие старожилы как я например помнят что в этом здании когда-то был городской планетарий и если вы видите там даже звезды нарисованы видите но потом коммерческий банк дон инвест здесь такой тоже знаменитый казак донской может быть даже григорий мельхов можно сесть рядом с ним и сфотографироваться я все-таки подошла поближе чтобы вам снять дон инвест позади меня но нет не получается вот я стою на центральной площади городской еще одна центральная площадь города здесь заканчивается улица московская вот покажу вам панораму и с этой стороны памятник атаману платову надпись графу атаману платову 1770 1816 год признательные донцы вот с этим памятником связана очень интересная история сейчас вам расскажу этот памятник атаману платову стоял здесь очень долго был построен ну вот когда город новочеркасск построен после революции этот памятник конечно же убрали и снесли но так как у него как вы видите огромный красивый постамент то на этот постамент был поставлен памятник ленину и очень долго течение всего советского периода здесь стоял на постаменте атамана платова стоял памятник ленину я например помню об этом всю свою сознательную жизнь и вот только 1991 году когда ссср распался когда стали везде сносить эти памятники ленину также памятник ленину был убран и на этот постамент опять поставили его владельца атамана платова который теперь опять по праву занимает свое законное место дальше за памятником атамана платова небольшой сквер с фонтаном сейчас мы пройдем я вам покажу здесь в этом парке центре города любят гулять горожане мамочки с колясками с детьми старушки сидят на лавочке в теплые осенние денечки здесь фонтана также любят сидеть парочки влюбленные фонтан летом работает сейчас он к сожалению выключен но все равно красиво выйти городской фонтан каскадом стекает вода а наверху два целующихся голубка а вообще все эти дома очень красивые вот видите написано 912 1912 год постройки принадлежали они зажиточным гражданам города новочеркасска может быть даже атаманом дом красивый имеет свое лицо вот они все эти красивые дома конец 19 начала двадцатого века доцветают дубки осенние цветы